Время комсомольщиков Сегодня городской комитет коммунистической партии Российской Федерации проводит митинг протеста против социально-экономической политики которая проводится у нас в стране, в Хабаровском крае и в нашем городе Комсомольске-на-Амуре Пожалуйста, подойдите поближе Слово предоставляется Владимиру Александровичу Боеводину Товарищи, хочу поблагодарить вас за то, что несмотря на такую плохую погоду, на дождь вы пришли на это мероприятие, на наш митинг Что я хочу сказать, у нас каждые выборы превращаются в какой-то фарс Партия власти и накануне федеральных, накануне региональных выборов меняет законодательство таким образом, чтобы гарантировать себе большинство среди депутатского корпуса Ведут себя, скажем так, как политические мошенники Представители власти словно заявляют всем нам Да, это мы уничтожили муниципальные предприятия, доведя их до банкротства Мы загнали Хабаровский край в долговую яму Мы принимали антинародные законы В частности, о повышении пенсионного возраста Мы несем ответственность за массовый отъезд людей из Дальнего Востока И все равно мы будем продолжать сидеть на вашей шее Мы найдем сотни лазеек Мы так поменяем законодательство, что все равно Несмотря на общественное возмущение, мы будем оставаться у власти И, к сожалению, мы видим, что это так Порочная практика Вот большинство, разговаривая с людьми, видит, что очень многие в нашем обществе Очень многие уже давно утратили веру в честные выборы Но из отечественной истории мы прекрасно с вами видим Что подобная порочная практика Рано или поздно обязательно приводит к системному политическому кризису К социальному взрыву Общество не может терпеть подобное безобразие бесконечно Рано или поздно Все это доходит до состояния взрыва Общественного возмущения А мы, коммунисты, с депутатскими мандатами или без Боролись и будем продолжать бороться за наш народ, за нашу страну Спасибо Так, товарищи Сейчас я хочу предоставить слово Пермякову Александру Геннадьевичу Если есть, живо Андрей Николаевич, приготовиться Всем здравствуйте Я не так часто выступаю, поэтому прошу прощения, буду читать по бумажке Хочу с вами поделиться своей историей, которая случилась сегодня утром Сегодня утром на тренировке прозвучала пожарная тревога И ни один не остался Все остались и продолжали занятия Еще полчаса продолжалась пожарная тревога А зал находится на четвертом этаже И мне это кажется, что мы вот Вроде бы это похоже на то, что мы храбрые Но это ведь не так Но мне кажется, мы думаем, что нас это не коснется Поэтому мы просто стоим и продолжаем это терпеть Вот есть такое выражение Лишь бы не было войны Но мне кажется, война уже идет Война олигархов и власти с народом Нас убеждают, что наш голос ничего не значит Но прошлые выборы показали, что все-таки голос что-то значит И когда появилась надежда У нас отбирают выбор Не допуская неугодных кандидатов Но у людей сметели шары И он увидел беспредел власти И вот вчера на митинге в Москве За честные выборы Многие пришли и говорили, что чувствуют Идивение народа Пришли около 50 тысяч человек В такую же погоду Было много молодых людей Неравнодушных к своему будущему Потому что без выбора Без свободы выборов Будущего не будет Вы заметили у нас в городе Новые автозаки, как в Москве? И это значит, что нас могут так же, как и в Москве Начать заворачивать Поэтому нам, дальневосточникам Нужно показать всей стране Что мы сильны и решительны Если мы, допустим, произвел власти То сейчас, то в 2021 году У нас могут отобрать выбор вообще Еще есть очень интересный факт Который был после митинга в Москве Люди окружили федеральные СМИ И начали кричать Канал Россия Позор России Мы призываем всех прийти на выборы Только высокая явка Не позволит Единой России фальсифицировать выборы Голошу за команду КПРФ Спасибо Товарищи Люди, которые выступают перед вами Идут кандидатами в городскую думу Идут, чтобы сменить Безнравственную власть И бороться за ваши интересы Сейчас слово предоставляем Кончену Алексею Пожалуйста Здравствуйте Я кандидат по 9-му одномандатному округу В городскую думу Комсомольска-Наамуи Что хотелось бы сказать По поводу сегодняшнего митинга Ради чего мы сегодня собрались У всех наверняка У всех наверняка Есть либо друзья Либо знакомые Которые ходят Собирают ягоды Грибы Ну и вы наверное тоже ходите Собираете Вот И немногие знают Что с 1 января 2019 года Вступил в силу закон Так называемый В простонародье Закон о грибах и ягодах Который обязывает Получать лицензию На добычу этих природных ресурсов Мало того То что Действующая власть Имеет налог С нефти С газа С продажи этих ресурсов Так они еще И называют Наш народ России Новой нефтью Они еще и с нас хотят Драть эти налоги Снять последнюю рубашку С жителей У нас уже просто нету Никакой силы терпеть это все Вам нравится это все? И мы КПРФ Мы против этого Против разграбления Так сделайте нашу жизнь И мы сделаем 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 все Чтобы этого не было Всегда наши Всегда наши предки Жили собирательством Крестьяне И у нас это хотят отобрать Не допустим этого Не допустим Гракоборство Убьем Не должно быть Такого это наше богатство Да, да, да Еще 15-20 лет назад Бюджет Комсомольска на Амы В большинстве своем Зависел от доходности Муниципальных предприятий Муниципальные предприятия Приносили Основную часть бюджета Города Они были Самодостаточны Они приносили доход И бюджет города Был самодостаточен Мы не зависели от Москвы Это мы платили Москве То, что у нас оставалось И то, что у нас После этого оставалось Нам хватало И еще копили И еще помогали Другим регионам И Китаю в том числе А сейчас что получается Китай на высоте А мы где? А мы в самом низу Все правильно Так вот КПРФ Выступает За Поддержку Муниципальных предприятий Выступает За создание Новых муниципальных предприятий Как это уже Сделано В Иркутской области Где Губернатор Коммунист И за срок его правления Там создано Уже больше Стан Муниципальных предприятий И они Приносят доход И города И села Иркутской области Уже Не зависят От бюджета России Уже не ходят Не клянчат Как мы сейчас Делаем в Комсомольске Муниципальным предприятиям Жизнь Муниципальные предприятия Создавать Вот так мы будем делать Если вы Все Придете на выборы Восьмого числа Поддержите Молодую Инициативную И главное Профессиональную Команду КПРФ На всех уровнях Начиная с Государственной Думы Это Платошкин Николай Николаевич Далее Далее Краевая Дума Хабаровского края Потом уже Мор города И соответственно Городская Дума Комсомольска И если вся эта вертикаль Заработает То средства Выделяемые Будут доходить В полном объеме Мы Всегда С народом Спасибо Ура Товарищи Сейчас слово Предоставляется Чуйку Александру Сергеевичу Работнику Железной Дороги Тоже кандидату Депутата Городской Думы Пожалуйста Приветствую уважаемые жители города Юности Города промышленно Слава Комсомольчане Я работник РЖД И кандидат В депутаты Городской Думы По 11 округу От Коммунистической партии Российской Федерации Почему Иду от КПРФ Да потому что 30 лет уже демократы Водят нашу Тащат нашу страну И наш город Непосредственно на дно В чем это связано Посмотрите вокруг Откройте глаза Меньше смотрите телевизор Тащат по всем фронтам Уничтожено Самое лучшее в мире образование Признано во всем мире Что только стоит ЕГЭ Которая вводит в шок Не только детей Но и их родителей Про медицину я вообще молчу Медицина это конечно наше все Если мы собираем на лечение Своих детей СМСками И отправляем их за границу лечиться Это говорит о чем? О том что 30 лет Не произведено ничего хорошего Про пищевую промышленность Отдельный разговор В Советском Союзе не было такого Что в колбасе не было мяса А в молоке не было молока ЖКХ бьет все рекорды Если жители города Платят 50% За услуги коммунальные Соответственно на жизнь Остается вообще минимум Хватает только на текущие расходы В городе уничтожена практически промышленность Из 27 больших предприятий крупных Дающие налоги Дающие работу жителям Надежность и стабильность Осталось только 4 И мы это все будем поправлять совместно Командой КПРФ депутаты Голосуйте Можно все исправить Придя на выборы 8 сентября Нужна команда нормальных рабочих людей Чтобы в Гордуме были Не только коммерсанты Как обычно Но чтобы были бюджетники Были трудящиеся люди Были пенсионеры Представители всех организаций Всех партий Приходите 8 сентября И голосуйте за команду КПРФ За Платошкина Николая Николаевича И будет победа И будет счастье в городе Да, да, да Ура Ура Спасибо большое Слово предоставляется Работнику пожарной охраны Кандидату в депутаты Городской думы Жила Андрею Николаевичу Пожалуйста Здравствуйте дорогие комсомольчане Хотелось бы сказать вот о чем Вы все прекрасно видели Как по всей России Снимаются наши кандидаты В кандидаты, в депутаты В те или иные органы власти И это говорит Это коснулось и нашего региона Также сняты 5 кандидатов в Краевую думу Один кандидат в городскую думу Это говорит о чем? О том, что мы идем в правильном направлении Мы правильно работаем И говорит о том, что нынешняя власть Понимает, что мы придем И покажем, как нужно работать Что наша молодая команда Команда КПРФ Она ставит на первое место Проблемы людей Проблемы граждан Проблемы города Да и страны в целом Прошу прощения И мы Наша задача Команды КПРФ Ставить эти проблемы На первое место И решать Только в положительном направлении И я верю Я повторю Я верю, что мы придем К единой победе И победа будет за нами Я призываю вас Всех прийти Восьмого сентября В единый день голосования К избирательным участкам И сделать свой Правильный выбор От которого зависит Ваше будущее Будущее ваших детей И нашего города До юности Сила в правде Правда с нами Слово предоставляет Сомаля Алексею Леонидовичу Преподавателю Кандидату Депутата городской думы Пожалуйста Здравствуйте Уважаемые собрались Сейчас я кандидат По 24-му избирательному округу Сейчас бытует такая мысль У многих людей Что толку И часто это звучит И навязывается с телевидения И я вот сейчас даже слышу Возгласы отсюда даже Что с телевизором все нормально Никак не нормально Просто понимаете Мне один из знакомых рассказывал Что у него дедушка старенький И бывалый такой заядлый коммунист Сталинист И так далее То есть посягнуть на какие-то Нормы партии Для него всегда было Что-то было противное И однажды он говорит Сильно удивился тому Что дедушка его Однажды Ну дедушка уже старенький Постоянно сидит у телевизора И все такое И однажды говорит Просто заметил Такую маленькую деталь Я говорит прихожу И смотрю Дедушка у него За Путина За все в стране хорошо Американцы на нас нападают Все такое Дедушка перестал понимать И осознавать реальность И действительность То есть не надо смотреть телевизор Смотрите и ищите Альтернативные источники То есть потому что Мы смотрим телевизор И у нас все реально прекрасно Все хорошо И все здорово Но Что мы видим в действительности Мы недавно приехали Из поселка Березовый Были в Чикдамыне И что там мы видим Представьте Поселок Чикдамын Люди живущие на угле Уголь Разработка угля Я там сам лично был Ну некоторое время назад Со своими студентами Я точно знаю Там нам об этом сообщали Хозяева Этой Как сказать Добычи Угля Там угля на 100 лет вперед Понимаете Гигантские запасы угля И что получается Чикдамынцы платят Вы только представьте Они в месяц За январь месяц Платят 15 тысяч При зарплате 20 тысяч Люди живут в долг То есть говорить о том Что на еду На все остальное У них ничего не остается И они просто не платят И люди выживают И еще один такой маленький нюанс Люди просили На площадь На свою На реконструкцию площади Центральной площади В Чикдамыне Они просили Ну как бы У градообразующего предприятия У этой У Чикдамынского разреза Уралуголь Компания СУЭК Они у них просили денег Чтобы отреставрировали Так как градообразующие предприятия И так далее Представьте Сколько стоит Реконструкция площади И реконструкция стоит Примерно столько же Сколько стоит Стол у хозяина И понимаете Каковы Грани Вот этого Взаимодействия Это же Это просто безобразие Это реально безобразие И когда люди говорят Что толку Что у вас вменять Вы там Ничего не поменяете Какие были Такие станут Просто Призадумайтесь Почему так говорят Может быть это потому Что нас боятся Потому что Мы придем И действительно что-то поменяем И этот миф Он просто реально навязан Навязан для чего Чтобы люди жили В этом безобразии И чтобы ничего Не старались изменить Потому что Ну Вот так вот есть Зачем менять Зачем И люди Реально впадают В депрессию Не ходят Ни на выборы Не ходят Не принимают Участия В советах Каких-то там Домовых советах Не ходят На собрания В своих домовых Собраниях По решению ЖКХ И так далее То есть Люди никак Отрешились просто И решают все проблемы Вот дома У телевизора Вот сидят Кружку там Я не знаю Кто-то пиво Кто-то чай И сидят Вот эти кровавые слезы Проливают И ничего не делают Понимаете Просто банально выйти И попробовать Отстоять свою точку зрения Прийти заявление Написать К начальнику Угруга В прокуратуру За оскорбление Своих прав Они у нас есть И давайте пробовать Хоть что-то менять И этот выбор Давайте сделаем Все-таки 8 сентября Проголосуем За команду КПРФ От Городской думы И в том числе Почему здесь было указано Да И за мэра города Да у нас отстранен Мэр города Но суд еще идет И будем надеяться Что решение будет В нашу сторону И мэра города Мы все-таки вернем Спасибо Сейчас слово предоставляется Кандидату В государственную дому По 70-му Одноводатному избирательному округу Платошкин Николай Николаевич Пожалуйста Здравствуйте Дорогие комсомольщане Многих из вас Я здесь видел 13 июля Когда мы начинали Здесь нашу борьбу С тех пор Я не покидал Крайне на минуту Мы объездили БАМ Мы были в Амурске Мы были в Чикдамыне В Березовом Везде мы видели Наглое Дерзкое презрение Властей К нуждам Простых людей И знаете Хорошая есть новость Для вас Хорошая В Москве Боятся победы Коммунистов На всех выборах В Хабаровске Это точная информация Они считают Что если явка Составит 50% Нас не остановить Вот так вот А в прошлом году Когда вы прокатили Шпорта на выборах Явка была 47% И вы сделали это Поэтому мы с вами Честно На пороге победы Наша задача сейчас одна Наш главный враг Помимо Единой России ЛДПР Наш главный враг Это безверие людей Они делают ставку на это Чтобы люди остались дома Чтобы они рассуждали так Да все равно ничего не изменится Все останется по-старшему А они думают себе Что они приведут на участки Вот этих вот Подневольных бюджетников Военнослужащих И таким образом В очередной раз Попытаются украсть у нас Нашу победу Нас с вами Пытаются купить На счетах Цыгановой 13 миллионов рублей Сейчас На все животноводство Хабаровского края В прошлом году Из бюджета Затрачено 3 миллиона На счетах ЛДПРов Сапеляева Почти 2 миллиона рублей Вы помните Как Жириновский Орал в Госдуме Уберите Платошкина С Хабаровского края Снимите его с выборов Мы заплатили бабки Это наш край Да он истеричка Да Наивные люди Они что Пытаются нас купить Да Может быть пока На их стороне деньги А на нашей стороне С вами Поддержка людей И ничего они не сделают С нами Вчера на телеканале Губернии Была запись дебатов Кандидатов По одномандатному Комсомольскому округу Как вы думаете От какой партии Девушка отказалась Прийти до дебаты Гражданка Цыганова От Единой России Там ведь говорить Чего-то надо было А не петь Не пришло Масса спойлеров Вот эти все патриоты Пенсионеры Я не знаю Еще кто-то И они Специально их на нас Нагнали Чтобы люди По ошибке За них проголосовали Итак друзья Мы с вами Еще раз говорю На пороге победы У нас с вами Все получится И 9 сентября Мы отпразднуем Наш свой триумф Начало возвращения Социализма Начало возвращения Уважения к человеку труда Мы победим Спасибо Ура Здравствуйте Я немножко добавлю Меня тут пытались Обвинить Что я куда-то слился Я не слился Я борьбу продолжаю Несмотря на то Что мою регистрацию Не хотят И не регистрировать Знают И боятся И правильно боятся Я сужусь С понедельника Завтра Будет очередной Арбитражный суд По моему делу Я буду бороться До последнего Несмотря ни на что Я в команде был И остаюсь с ней И буду всегда В этой команде Теперь относительно команды У нас Существующая власть Приучила людей Вдолбила в голову Что на выборы Во власть Идут люди Только ради наживы И это единственная команда Команда КПРФ Которая идет С энтузиазмом Здесь все люди Работают Не за деньги За идею Это такой коллектив Это такой патриотизм Который не снился Никому Ни одной партии В нашей Злополучной стране Так вот Я призываю Поверить Поверить Нашей команде Поверить В то Что мы идем Не за деньгами Мы идем За то Чтобы бороться За наш город За наш край За нашу страну Бороться за вас За людей За наши права За нашу счастливую жизнь В счастливом будущем На выборы все 8 числа Все на выборы За команду КПРФ Уважаемые товарищи Что хочу добавить Вы заметили Появились плакаты Коммунисты России Голосуйте за настоящих коммунистов То есть вы видите На эти выборы Снова идет партия спойлеров Чтобы пользоваться Политической неискушенностью Наших сограждан Отобрать часть голосов То есть в основном Это на кого рассчитано На людей пожилого возраста Которые достаточно плохо Разбираются В политических реалиях Сегодняшнего дня У нас У нас У нас Попросили выступить Представители партии Роста Мы в принципе Никому не отказываем Вот Все Кстати Желающие выступить Подходите сюда Сейчас Сейчас я так понимаю Будет представитель партии Роста Резниченко Владимир Правильно представил? Добрый день Уважаемые комсомольчане Меня зовут Резниченко Владимир И я являюсь Одним из Независимых Кандидатов Зарегистрирован По 21 округу В Краевую Думу На сегодняшний момент 8 сентября Это день Когда мы Могли сделать выбор И нас сейчас Лишают выбора Потому что Сняты большинство Достойных Кандидатов Независимых И тем самым Нам не оставляют Выборы У меня получилось Вопреки во всему Пройти эту систему И зарегистрироваться Поэтому 8 сентября У вас есть шанс Выступить И поддержать голосом Достойных людей У меня вместе С активными Жителями Получалось добиться И ремонта дворов И благоустройства И решения Тех проблем Которые их волновало Поэтому я верю Что 8 сентября Мы сможем сделать Правильный выбор И наш город И край Станет лучше А вы наверное Хороший Хозяйственник Не полите Хозяйственник хороший Дорогие земляки Я являюсь Кандидатом Депутата Государственной Думы От 70 округа От партии Роста Я родился И живу В Хабаровском крае И мы выступаем Единым фронтом С КПРФ За честные выборы Весь год Мы ждали Честные И прозрачные выборы Но Наших кандидатов И кандидатов От партии КПРФ Несчадно Избирательные комиссии Снимают с этих выборов Мы предлагаем Партии КПРФ Вместе с нами Обратиться В Государственную Думу С предложением Чтобы ни одного Больше Человека Который желает Участвовать в выборах И любая партия Могли участвовать В этих выборах И побеждать Помимо этого Мы против Пенсионной реформы Мы против Платной И недоступной Медицинной образования Мы против Того Что Доходы Наших граждан Сегодня падают Друзья Друзья Анекдот Хотите Анекдот Анекдот У нас будет на ужин Она встает на табурет И говорит Песня Конфетки Бараночки Поэтому Чтобы такой ситуации не было Мы должны прийти На эти выборы И проголосовать За тех кандидатов Которые мы считаем Правильными Поэтому Спасибо вам за внимание Так Товарищи Как всегда Участники митинга Попросили слово Пожалуйста Я думаю Они сами будут Представляться Но у меня просьба Не больше Трех-четырех минут Коротко очень Пожалуйста Ускова Светлана Павловна Пенсионерка Завода Ленинского Комсомола Я хочу обратиться Как действующим И очень сожалею Что маловато Собралось Много у нас Равнодушных Я вас прошу Обратитесь К своим родным К детям К соседям Объясните ситуацию Возьмите Листовки Рекомендующие Выборы Платошкина Вика Цыганова Заявила Что у нее фамилия Похожая Сложная Как у Муравьева Амурского Язык повернулся Сравни тебя У меня говорит Такая же фамилия Как у Муравьева Амурского Я громко буду в Кремле Петь Я категорически Против Выборов Артистов Их уже достаточно Мы уже запелись все Телевидение Мы только и смотрим Джигаханяна Разводы Своды Дележки О чем вы говорите Разве Разве о нашей жизни Говорят Разве сказали О жизни О том Что в Комсомольске На Амуре Четыре предприятия Осталось Где остальные заводы Где теплоходы Которые скользили По Амуру Экскурсионные Туристические Где люди Жили А сейчас Бегут Куда попало Не потому Что они Как крысы Просто жить Не на что Не интересно Тяжело Грязно Вокруг От нас Это зависит И я просто Прошу вас Обратитесь К родным Близким Чтобы не повторяться Восьмого Надо прийти На выборы Может быть Кто-то Не проголосует За КПРФ Но команда У нас Хорошая И Платошкин Грамотный Достойный Человек Не сравнить Ни с кем Изведвигаем Спасибо Здравствуйте Уважаемые Жители города Моя фамилия Александр Викторович Я хотел до вас Довести Следующее Что правительство 16-го года Минюст Готовит законопроект О отъеме Жилья У последнего Или единственного Жилья У жильцов Есть определенные Нормы Есть эти нормы Больше 10-12 квадратов Вам могут прийти И забрать Жилье Или сделать Подселение Поэтому от вас Зависит Как и кто Пройдет Выборы Поэтому я Прошу вас Приходите Домой Подходите К старшим Подъездам Подходите К старшим Домам Доводите До населения Ибо Если вы Не придете За вас Поставят Галочки За вас Бросят Бюллетени Власть Боится Народ Есть партия Есть партия Голосу Есть Другое Мнение Приходите Высказывайте Недовольны Вычеркивайте Себя Рвите Бюллетени Выступайте Высказывайте Своё мнение Иначе Это Безда Это Смерть Для нас Так Слово Попросили Представители Казачества Пожалуйста Александр Соловьёв Добрый День Уважаем Комсомольчане Прежде Всего Я Хочу Поздравить А ты Старейшего Строителя Нашего Города Меня Лично Хочу Поздравить Всех Комсомольчан С Днем Советского Строителя Строительная Отрасть При советской Власти Была Самая Мощная Отрасть Которая Была Заявлена Нашим Городом Комсомольске Сотни Тысяч Квадратных Метров Сдавали Ежегодно Сдавали Жильё Фабрики Заводы Что Сейчас Получилось Ни фабрик Ни заводов То Что Осталось Сейчас Умирает И Наше Жильё Приходит Негодность Вместо того Чтобы Всё это Строить И вот Сегодняшний День Вот этот Который Дождь Начался Я так понимаю Это знаковый День Он плачет Что Нашей Строительной Отрасли Дорогие Комсомольчане С праздником Вас Я ещё хотел Внимание Обратить На следующее Мы сейчас Ходим Везде И видим На всех Столбах На всех Рекламных Щитах Находятся Известные И неизвестные Лица Ихние Баннеры Прямо Заполонили Город Вот это Начинается Строительство Вот этих Баннеров Товарищи Не купитесь На эти Баннеры Вы видите Что на этих Баннерах Одна Единая Россия И их Союзники Которые Сейчас Рвутся К власти Чтобы наши Коммунисты И все Здоровые силы Общества Которые Сейчас Приходят В Думу Кандидатами Их Нужно Вот эти Баннеры Не обращать Внимание Не запоминайте Эти лица И когда они Появятся В этих Бюллетенях Голосовать Нужно Обязательно Против Них Мы Все Казаки Нашего Города Представляем Также Идем В Думу В Городскую Думу Мы вместе С коммунистами Выступали На всех Митингах На всех Собраниях На всех Пикетах И мы Поддерживаем И будем Поддерживать Их Поэтому Самый Реальный Претендент В Государственную Думу Николай Николаевич Платошкин Олицетворяет Будем так Говорить Наше Передовое Общество И все Высказывания Которую 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 Делают В прессе Которую Делает Он В интернете На митингах На собраниях На встречах Это все Его Действительные Правильные Слова Сейчас Резко Обострилось На него Спасибо Информацию Статья Тогда Наши Требования Мы требуем Отставки Президента Путина И правительства Медведева Я думаю Вы поддерживаете Это требование Мы требуем Досрочной Отставки Буржуазной Государственной Думы Которая Вместе С правительством Медведева Несет Ответственность За повышение Пенсионного Возраста Досрочных Выборов Президента И Государственной Думы Национализацию Всех базовых Отраслей Экономики Вернуть Регистрацию Предприятий В городе Комсомольске На Амуре Восстановить Муниципальные Автобусные Транспортные Сообщения В городе Если возражений Нет Прошу голосовать Кто за 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 Спасибо Принято Единогласно Еще раз Спасибо всем Что несмотря На дождливую погоду Пришли и приняли участие В нашем митинге Всего доброго Не настали Это моя страна Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин Это моя страна Продолжение следует... Продолжение следует...